МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слово просится на волну. Слово рвется птицей в небо. Песня думки вековечной, песня счастья инородного. Пусть летят все наши песни, пусть звучат родные руны. Вознесемте еще выше славу Родины могучей, честь Карелии любимой. Близится праздник юных, День советской молодежи. И как это повелось, юноши и девушки Карелии готовят к своему празднику трудовые подарки. Кипит работа на лесных делянках. На счету пряжинских лесозаготовителей 50 тысяч кубометров древесины сверхполугодового задания. Хорошие уловы на Сиаму озере. Молодежная бригада Ивана Чеснокова дала в предпраздничные дни десятки центнеров сверхплановой рыбы. Горячая пора у тружеников села. Там, где не хватает сенокосилок, на луга выходят молодые косари. Добрыми кормами будет обеспечено общественное животноводство. На предпраздничную вахту встали и молодые тракторостроители Онежского завода. Три с половиной нормы средняя ежедневная выработка сверловщицы Валерии Нефаевой. Токарь Клава Михайлова выполняет более двух дневных заданий за смену. На одном из основных участков главного конвейера работает комсомолец Валерий Якубовский. Юношу знают на заводе как хорошего слесаря-сборщика. День советской молодежи совпал с другим большим событием в жизни республики. Традиционным праздником песни и танцев. Принимай, Петрозаводск, дорогих гостей! Со всех концов Карелии съезжаются юноши и девушки, чтобы принять участие в торжествах. Молодые лесозаготовители, рыбаки, колхозники привезли в столицу республики и вести о трудовых победах, и свое самопытное народное искусство. Жители Петрозаводска в гости заполнили зеленый театр парка культуры отдыха. С приветствием к участникам праздника обратился председатель Совета Министров Карельской АССР товарищ Беляев. Праздник открыт! На эстраде коллектив ансамбля Кантеля исполняется шуточный танец «Пудожские рыболовы». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ярким, радостным был и второй день праздника. Он начался шествием колонн молодежи к стадиону «Труд». Более двух тысяч посланцев молодежи из разных районов республики участвуют в празднике. Идут юноши и девушки Медвежегорской Сегежа, Кондопоги и Занежья, Пуды же и Суоярви. Сегодня молодежь демонстрирует свои достижения в труде и культурном строительстве. Она полна решимости выполнить предначертание родной партии. «Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым». Эти строки Маяковского выражают стремление каждого советского юноши, каждой советской девушки. Много хорошей выдумки, изобретательности проявила молодежь в оформлении колонн. И, конечно, не забыты герои эпоса «Калевалы», руны которого и по сей день живут в народе. Участников праздника приветствуют юные пионеры. Незыблема дружба Карелии и России. Русские карелы обмениваются хлебом солью. Этот традиционный обряд символизирует нерасторжимость союза двух братских народов. С Днем Советской Молодежи поздравляет собравшихся секретарь Карельского обкома комсомола товарищ Шлямин. От имени молодежи Китая юноши и девушек Карелии приветствует товарищ Чанчжихуа. Болгарка Таня Гурска передала привет от молодежи своей страны. Четырехтысячный хор исполняет песню композитора Рунова Великой партии славы. Слава Великой и Путой Партии нашей Ростовы Веник на славе На Советскою держава Силу дружила Силу дружила Силу дружила Силу дружила Креста спасила народы И донорила народы Распит уловой Силу дружила 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 На поле стадиона «Танцоры» исполняется массовый народный танец «Катушка». «Катушка» Праздник на стадионе Все близятся к концу. Все присутствующие присоединяются к хору. Звучит песня мира и дружбы, гимн демократической молодежи. Праздник на стадионе Так прошел этот радостный праздник народных талантов, праздник молодости и мира. Карелия Об этом свидетельствует прежде всего традиция устроения певческих праздников на песенном поле. В городе Сартовало было создано такое песенное поле в городском парке Вакхосауми. И уже в 1883 году там проводился первый песенный праздник. Эти праздники дальше стали проводиться. Традиционно в них участвовали не только хоры, но и легендарные наши рунопевцы, плакальщицы, кантелисты и даже духовые оркестры. Но в годы советской власти вот эта традиция оказалась очень органичной для культуры советской Карелии. Почему так получилось? Как известно, советская власть пришла в Карелию в 18-м году. А мы знаем, что в первые годы советской власти, в первые годы после революции, не только у нас в Карелии, но и по всей нашей стране, внедрялся в массы так называемый хоровой проект. Власть прекрасно представляла себе, насколько хоровое пение имеет способность формировать сознание людей и влиять на психику, на мироощущение и как оно может формовать нового советского гражданина и человека. Поэтому повсеместно, начиная с 1917 года, везде проводились концерты, митинги, в которых участвовали партийные деятели, они говорили какие-то речи, затем читались революционные стихи, а затем пелись революционные песни и обязательно большой массой народа хором и оркестром. Вот такова была другая немножко традиция исполнения массовых хоровых песен. В городе Петрозаводске при отделе народного образования был создан музыкальный подотдел, задачей которого было формировать культурное пространство города и республики. В результате деятельности этого подотдела были созданы не только малый симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, духовой оркестр, но и академический хор, который включал в себя 60 хористов. Исполняли они не только простой репертуар, революционные или народные песни, но в репертуаре были и классические произведения, например, «Реквием Моцарта». Также музыкальный подотдел заботился о том, чтобы при каждой общеобразовательной школе был создан хоровой кружок. Вот в этом заключалась деятельность так называемого хорового проекта.